Всем привет, с вами снова я, Мастер Чу, и ребят, ну вот был такой жесткий перерыв 4 дня, я вам сейчас все расскажу, что, куда, как, и обязательно в этом видео разберем все новости, которые сейчас происходят в ВОВ, какие новости происходят в линейке, это большое будет сборное видео по поводу новостей, я постараюсь его сделать минимум разговорным, с максимум информацией, но тем не менее, ребят, нравится мне такой формат, рассказывать вам спокойно, как вот я с вами разговариваю, чтобы чувствовать, что я с тобой, с моей зрителем разговариваю, как будто бы один на один, и, дорогой друг, давай влепи лайкос и поехали, время замечательных историй, короче, почему у меня не было 4 дня, кто не читал сообщество именно в ютубе, быстро объясню, я пролетел в Пермь, мне надо было выписаться из квартиры, приехал в отдел полиции, зарегистрировал сначала на госуслугах, туда-сюда, приезжаю в этот отдел, меня выписывают, ставят штампик в паспорт, начинают прописывать, тоже ставят штампик в паспорт, и ставят штампик не того района, в итоге, если чисто теоретически не было бы, куда прописаться в том районе, куда поставили штампик, паспорт был бы недействительным, а это изготовление с нового паспорта минимум 4 дня, после чего я такой, их дых, что делать, приезжает человек, прописывает меня в итоге в этот район, куда мне поставили штампик, мы говорим, хорошо, теперь выписывайте нас из этого района, и прописывайте туда, куда нам изначально нужно было, они говорят, если ты за день дважды выписываешься и прописываешься из квартиры, тебя просто-напросто, паспорт снова недействительным, я в итоге понимаю, ладно, реагуюсь на госуслугах заново, выбираю, чтобы на следующей неделе, там, четверг-пятница, ну, вот, на этой неделе, на которой вы сейчас смотрите этот видос, да, покупаю билеты в Москву обратно, беру такси, еду в аэропорт, и мне приходит оповещение на госуслугах, что надо приехать в понедельник в 8 утра в отдел полиции в другой, я такой, ладно, окей, бог с ним, тут же отменяю рейс самолет, переношу на понедельник, после чего, получается, что произошло, да, беру второе такси, еду обратно в город и повисаю в Перми на 4 дня, как вы понимаете, компа там нет, ну, как, нет, я пользовался, конечно, компьютером, там, при определенных моментах, да, мне он просто нужен был, и я повисаю на 4 дня, и вот, в итоге, в понедельник, мы приходим снова в отдел полиции, и нам говорят, что нам нужна доверенность, заверенная от СЖ туда-сюда, и в итоге говорят, снова ждите 4 дня, мы в итоге пробились с боем, нам все-таки все сделали, я съездил в военкомат, оповестил свой старый военкомат, что я переезжаю, грубо говоря, в новом военкомате, также поставил отметку, но не будем рассказывать им, что я в Москве, зачем вам это знать, ведь военный билет уже у меня все равно есть, поэтому, как бы и бог с ним. И вот я, наконец-то, здесь, и я могу делать снова видосы, я очень сильно соскучился по вам, очень сильно соскучился по контенту, очень сильно соскучился по играм, и у меня сразу же появилась идея сделать большой 24-часовой стрим. Когда я его буду делать? Я не знаю, честно, я дам вам оповещение сразу же в ютубе, дам оповещение вам сразу же в том же самом дискорде и так далее, но я хочу сделать в ближайшее время 24-часовой стрим, потому что эта неделя для меня очень сильно насыщенная. Давайте я постараюсь вам объяснить, почему. Смотрите, на этой неделе с четверга, то есть с воскресенья по... Ой, не с четверга, да, с четверга, с четвертого числа до воскресенья будет идти Игромир. Я поеду на Игромир, то есть четверг, пятница, суббота, воскресенье я буду на Игромире, я буду снимать материал, возможно, возьму каких-нибудь пару крутых интервьюшек, потому что там ребята будут из того же самого, как он называется, скажите мне, ну вот эти крутые, крутые ребятки, которые играют в WoW, крутая гильдия, плюс там будут сами Близзы, не знаю, возможно, получится взять какое-нибудь крутое интервью Близзов, но посмотрим. В итоге я буду присутствовать там, кто хочет, ребятки, кто мои зрители, кто будет также там на Игромире, пишите в комментариях под этим видосом, что вы тоже поедете и может там где-никак не пересечемся, получится пообщаться вживую. Это было бы прикольно, почему бы и нет. Далее, гоу по новостям, что сейчас доступно в WoW, то есть с четверга, пятница, суббота, воскресенье я, скорее всего, буду на Игромире, плюс такое крутое событие, чисто теоретически, тот момент, когда я начал заниматься каналом, был год назад, 4 октября, 2017 года, то есть хотелось бы как-то отпраздновать этот год канала, то есть наш канал наконец-то, скажем так, начинает взрослеть, целый год уже прошел с момента там выхода первого крутого видоса, и, блин, вот хотелось бы провести 24-часовой стрим, не знаю, посмотрим, получится у нас или нет, и какой именно контент подавать, но давайте я сейчас, проговоря эти новости, постараюсь рассказать вам идейку, что же я вообще хочу сделать. Короче, смотрите, новости, первое, поиграйте в домоверсию WoW классики с дома с виртуальным билетом на BlizzCon, это нереальнейшая крутая вещь, короче, будет доступно 2 локации, и как туда залететь? Если вы покупаете виртуальный билет на BlizzCon, будет стоить он 1500, вы сможете поиграть за Орду и за Альянс в одной из локаций, ну, вероятнее всего, если честно, мне кажется, что за Орльянс это будет Вестфол, либо Темнолесье, а за Орду это, скорее всего, будет Кроссроудс, либо что-нибудь еще типа того. То есть старые классические локации, где реально можно долго побегать, классно, замечательно. То есть вы сможете, видимо, в течение какого-то периода играть в эту пробную демо-версию и смотреть, что же, как оно там сложно, не сложно, кайфануть. И именно на BlizzCon появится большое количество информации по поводу WoW классики, какая она будет, когда она будет, когда она выйдет, сколько будет стоить, как все это будет выглядеть. То есть, купив виртуальный билет, теоретически, мы покупаем демо-версию игры и возможность поиграть в нее и посмотреть. Ну, ребят, у меня нет других вариантов, я, конечно же, ее буду приобретать, и мы вместе с вами на стримчике будем бегать, разбирать и за одну сторону, то есть за Орду, и за другую, то есть за Альянс. Сейчас посмотрим, я сделаю какие-то выжимки видосов, свои какие-то ощущения, но, опять же, когда это будет только доступно. Также, если вы покупаете этот виртуальный билет, вы можете уже сейчас приобрести вот такой вот плащик за Орду, и там еще есть плащик за Альянс. Я сейчас вам немножко перемотаю, где же эти плащи. Да, знамя и плащи. Так, вот плащик за Альянс. Кстати, плащ за Альянс очень шикарно выглядит, и плащ за Орду. А также два знамени стяги за Орду и один плащ, один, точнее, вот такой вот за Альянс. Больше для остальных игр пока инфы нету, то есть для ХС, какие бонусы будут для ХОЦа, для того же самого Диабло, пока что инфы нету. Но я думаю, что скоро она появится. Погнали дальше. Что еще по поводу ВОВ? Ребята убили, все спокойно, уже очень много гильдий. 8 из 8. Наша гильдия на данный момент закрыла 6 из 8 и почти что добила 7. То есть миф-контент фуловый почти что закрыт. И скоро можно будет пилить нормальные уже и стримы, и видосы по миф-контенту. Погнали дальше. Перейдем сейчас немножко на линейку. Что вообще сейчас из себя представляет линейка и так далее. Давайте сейчас я выберу, что мне надо. Вот. Расскажу вам сразу же, как есть. Я прилетел, немножко сейчас выспался и пилю вам этот видос. Вот. Сервоклассики, фогеймовские опять, иннововские. Есть мой какой-то, моя какая-то ненависть там к иннове или еще что-то? Да, наверное, нет. В принципе, я... Да и они, наверное, не особо сильно паникуют по поводу моего видоса, который там вышел не так уже давно. Ну, сколько там, месяца полтора, наверное, назад, два по поводу того, что все хреново. Нет, теоретически я их расхайпил даже немножечко побольше этими видосами. Ну, сколько там, по 100 тысяч просмотров, по 50 тысяч просмотров. Это круто. И им плюс. Пускай там они немножко переживали по поводу того, что, блин, наверное, как-то негативная ситуация. Но то, что я вот увидел сейчас, да, я очень хотел для вас снять и видос о том, что не будет макросов классики на этом серваке и еще много всего хорошего. Но тупо не успел из-за той ситуации, что я улетел в Пермь. Ребят, открыли сервак новый, Lilith, сегодня. Вот она, эта новость. И она уже доступна. Вход на сервер с одного окна 300 рублей. Ну, имеется в виду с одной учетки 300 рублей вы платите. Заходите туда, заплатив 300 рублей, играете. Также можно топ-дое оружие взять за 300 рублей на один месяц, что очень так же круто, что для физиков, что для магов. И можно играть. То есть нет макросов, не будет трейнов. Я очень сильно надеюсь, потому что, ну, теоретически будут трейны, но они немножко будут по-другому работать. И все-таки игрок, наконец-то, будет прилагать какие-то свои усилия к тому, чтобы качаться. И, блин, хотелось бы поиграть или не хотелось бы мне? Я решил все это дело потестить и вам показать, что и как. Короче, смотрите, если вы решите залетать на Lineage 2 Classic, ни в коем случае не покупайте подписку через сайт. Объясню почему. Смотрите, подписка включена осталось 60 дней. Как это все получилось? Подписка была включена мной на 30 дней. Очень сильно из-за, видимо, большого, из-за большой попытки залететь в игру сейчас, из-за очень большого потока и финансов, и всего остального, у них все глючит дико. То есть у них не глючит сейчас их запускатор, их вот 4Game. И покупайте лучше через 4Game-центры. И они даже вот написали, во избежание проблем мы настоятельно рекомендуем приобретать подписку любые товары через новый лаунчер. И это действительно так. То есть я на своей вот шкуре, скажем так, да, попробовал и заплатил 300 рублей за аккаунт. Думаю, ага, сейчас залечу, посмотрю. Плюс там еще Стасян стримил. Да, кстати, он сейчас стримит, по-моему. Где он тут? Так. Да, смотрите, Стас стримит. Залетайте, кстати, к нему на стримчанский. Это тот же самый Стас. Это тот же самый Стас Black Hype. Это тот же самый Артур Пирожков и так далее. Так вот. 300 рублей заплатил. А доступа не появилось здесь абсолютно никак. Я такой, ладно. Заплатил еще 300 рублей. Доступ появился. В итоге я зашел в игру. И потом хлоп, захожу, у меня подписка включена. Осталось 60 дней. Хотя бы деньги, ребят, я не потерял. То есть за это тоже надо отдать должное. Что один раз заплатив 300 рублей, где-то в системе это все проглючило. Но потом добавилось. То есть, ну, за это спасибо. Но тем не менее, чтобы не переживать, не паниковать, не ждать. Рекомендуется покупать через их 4GAME центр. И есть такая проблема. И я сам с ней столкнулся. С тем, что вот я купил. И хлоп, оно заглючило. Дальше. Залетел на сервер. Что вообще там происходит? Ну, как залетел на сервер, боже мой. У меня от третьего левела персонаж. Я пришел посмотреть, какое количество вообще народу здесь будет. Как оно все будет. И порадовался. Потому что я не обнаружил здесь какого-то жесткого внутриигрового магазина. Я не обнаружил здесь каких-то больших негативных вещей. И да, вот мы видим сейчас из-за этой акции то, что 300 рублей депуха. Вот, смотрите. Топ-д лук уже. Топ-д посох. Вот не понимаю, на самом деле, зачем маги берут топ-д посох себе. Ну да ладно. И все уже летают. Все уже качаются. У всех уже началась жесткая движуха. Какие ощущения? Ну, скорее всего, как вообще сейчас играть будут люди из-за того, что не будет трейнов, не будет зацикленных макросов. Как это будет выглядеть сейчас? Скорее всего, будут люди собираться либо фуллпаком. Слава богу, наконец-то. Спасибо большое. И новое. Я не думал, что когда-то это скажу. Но спасибо большое и новое, что вы договорились с НК-софтом. По поводу того, что вы убираете зацикленные макросы. Блин, вот серьезно, спасибо. Вот эти все люди, вот все, кто сейчас здесь есть. Я более чем уверен, что скажут вам не просто спасибо. Они будут счастливы, что вы это сделали. И вы услышали комьюнити. Это самое главное. И, блин, серьезно. Вот это... Я даже не знаю, как это описать. Все очень круто. Вот серьезно. Вы большие в этом молодцы. Так и надо было делать сразу. Дальше. Как будет выглядеть сейчас игра на классике? Это будет, скорее всего, если вы соло-игрок, люди будут грузить основное окно. Какое-нибудь ДД. Там лук, либо маг, либо суммонер. Плюс, допустим, 2-3 окна булок. Что подразумевается под булками? Ну, скорее всего, там ПП плюс БД. Либо, не знаю, ПП, ЕЕ. БД. Ну, вот такие вот вариации. Да, 1 основной дамагер и 2-3 булки. Возможно, там будут и гномы, и все остальные. Потому что деньги тоже нужно как-то зарабатывать людям. И это очень-очень круто. Но, все равно, есть один небольшой минус. Все равно булки будут в основном оконные. Не будет ребят, которые будут мейнить именно ППшку, ШЕшку. Варков будут мейнить. Но, вот таких вот оконных конкретных персонажей мейнить не будут. Но, это пережиток, ребят, времени. Здесь уж надо было бы тогда, если бы сделать так, чтобы люди играли за окон, нужно было вообще заблокировать всю эту систему и не дать им возможности... Не дать людям возможности запускать 2-3 окна. Чтобы, блин, булки все равно нужны. И кто-то, значит, мейнит булку. Ну, имеется в виду саппорта. Окей. Мы разобрали с вами этот вопрос. Какой клич сейчас здесь народу? Я думаю, что в районе 4,5-5 тысячи входят все спокойно. Значит, не полностью забит сервак. Но, вечером, сегодня, скорее всего, будет здесь фулочка. Будет полностью забит сервак. Мы сейчас видим то, что очень большое количество окон стоит. И стоят они просто не двигаются. Такая ситуация в стартовой локации и везде. Качаются достаточно быстро. Я видел, что ребята уже в районе 20-го есть. И это круто. А прошло буквально немного времени. Дальше. Есть также еще новость. Знаете, какая? Она немного спорная. На Америке открылся также Classic. Причем открылось два сервера. И они оба, насколько я понял, насколько я разбирался, бесплатные абсолютно. То есть, вы не платите 300 рублей за вход. Вы не платите ни за что вообще. Вы просто регистрируете учетку, залетаете и играете. И есть вот такие, такого же плана внутриигровые акции. Там типа топ-дэ оружие, не топ-дэ оружие и так далее. Круто или нет? Скорее всего, и нова открыла вот этот сервер. Новый, да? Который назвался Lilith. Только из-за того, что открывался американский. И они понимали, что большое количество людей на бесплатный сервак пошли бы играть. И даже с большими лагами из-за связи. Даже с большими фризами. Даже с тем, что им пришлось бы, имеется в виду игрокам, там, делать подставку IP, что они сидят в Америке, там, и так далее. Но, тем не менее, вот мне кажется, что вот этой большой фишкой о том, что убраны тройны, они вышли очень сильно вперед. И даже желание идти, например, сейчас сравнивать как-то нашу классику с классикой, которая в Америке, у меня, если честно, нет. Это очень круто. И, блин, на самом деле, ребят, я очень счастлив за них, за всех, кто сейчас здесь играет. И пускай они играют, и я думаю, что они все будут кайфовать. Потому что они все-таки, наконец-то, сами будут все играть. Это просто очень-очень замечательно. Погнали. Что еще я хочу сделать в ближайшее время на канале? Мы вот так вот минимум самые крутые, самые важные новости обсудили. Что хочу сделать сейчас по каналу со стримами, с видосами и так далее? Хочу побольше на этой неделе постримить в свободное время и выдать к концу недели, этой, либо к концу недели следующей, большой видос с Играмира. Поэтому ждите стримов. И у меня большой вопрос. Вот сейчас реально большой вопрос. Интересен контент по L2 Classic вам или нет? Каждый, кто посмотрит это видео, ребят, потратьте немножко времени. Давайте просто оценим, насколько для вас будет интересен контент стрима по L2 Classic от 1 до 10. Просто оставьте циферку в комментариях. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 10, 10. Окей. Если здесь не будет вот этого негатива с точки зрения тех же самых топ-сайдов, все равно они будут, да, все равно они будут дико впереди планеты всей. Все равно они будут сверх крутые, все равно они будут там сверх упоротые. Качаться очень сильно на тех же самых АОЕ паках и уйдут очень быстро далеко вперед. Но, тем не менее, покрабить немножко, побегать где-то не в топовой пачке, на стримах пообщаться с вами. Интересно вам это или нет? Повторюсь, оставьте в комментах. Вот, немножко сумбурно, но маленькая вот такая сборка новостей по L2 Revolution. Никаких, к сожалению, пока что новостей нету. Не меняется у них немножко сейчас пока контент. Все ждут слияния серваков. По Black Desert Mobile, кто задает вопросы, когда же будет русская версия, ребят, нет до сих пор инфы. Они не дали до сих пор никакой информации. Поэтому там также все в ожидании. Вот так. И что мне сейчас делать, честно, я не знаю. Я постараюсь сейчас запилить один видосик по WoW. Постараюсь запилить какой-нибудь гайдовый, либо обзорный видос также по WoW. Ну, не знаю, посмотрим, как все будет дальше. Мне надо немножко посидеть, мне надо немножко прийти в себя. Может посмотреть немножко стримчанский Стаса, что там вообще у него происходит. И в зависимости от этого уже дальше двигаться. Небольшая пауза, но мы с вами скоро увидимся. И, скорее всего, сразу на 24-часовой стрим. Скорее всего, сегодня мы побегаем аренку в WoW 2 на 2. Возможно, побегаем аренку в WoW 3 на 3. Возможно, пройдем один мифик десятку прямо на стриме. И посмотрим, что и как. С вами был я, Мастер Чу. Спасибо большое вам, дорогие мои, что вы на протяжении уже почти что года со мной, что вы смотрите все мои видосы и то, что вы подписаны, ставите лайки и очень активны. Не печальтесь, осень она такая, ветра, дожди. Но когда вы приходите домой, залетайте в свою теплую квартиру. И у кого, конечно, уже включили отопление, либо одевайте свои теплые носки, садитесь перед компом и смотрите крутые видосы. Побольше вам крутых просмотров, крутых видосов. И обязательно залетайте снова на канал. Всем пока-пока и до новых встреч. С вами был я, Мастер Чу. Пока.